Под ногой, черепальчиком, не может быть так. Профилактический осмотр у невролога. Скорее для того, чтобы лишний раз напомнить, современные компьютерные игры часто держат в напряжении. Подолгу проводить за ними время, вредно для здоровья. Само собой, визит к окулисту. Этот день, по крайней мере, его часть, около 120 анапских школьников провели без интернета. За лекциями и общением, как это принято говорить сегодня, в реале. Ребенок сидит в социальной сети, общается с виртуальными людьми. Психологи детской городской больницы и Центра медицинской профилактики рассказывают о новых вызовах. Объясняют, что общение в интернете затягивает простотой. Можно подружиться и поругаться одним кликом мышки. Но это суррогатные отношения. Есть те, кто ищет и читает в интернете все подряд, загружая себя бесполезной информацией. Такая зависимость. Любителей компьютерных игр может захватить детально проработанный и живущим по своим законам виртуальный мир. Если сюжетные игры, компьютерные, то, конечно, тут вообще полностью идет, вообще ребенок уходит вообще от действительности, полностью переключается и может находиться там сутками. Допустим, одним кликом мышки он может стать, допустим, солдатом какого-то элитного специального подразделения или героем какого-то фэнтези, что-то вот такое, чего, конечно, в реальной действительности быть не может. Никита учится в девятом классе. В сети общается, чтобы скоротать время, когда, например, стоит в очереди. Интернет и компьютер воспринимают как инструменты. Они есть и не пользоваться ими уже просто невозможно. Главное не забывать, например, сходить в кино с друзьями. Сейчас это очень актуально, потому что многие родители берут и вместо того, чтобы заниматься с детьми, допустим, маленькими, вот 6-8 лет, они просто дают им телефон и все. По словам исполняющей обязанности заместителя главы города курорта Екатерины Боровской, сегодня важно не просто говорить об опасности стать зависимым от современных технологий. Важно предлагать альтернативу. Замена интернета – это активная, полезная досуговая деятельность. Это физическая активность, это наши спортивные площадки, это двигательные движения, это клубы по месту жительства, это учреждения культуры, это тот сектор реальных дел, которые у нас существуют в городе. Анапский скейтпарк в погожий день никогда не пустует. Сквер имени Гудовича по любому возможному поводу превращается в большую интерактивную площадку. Мероприятия проходят в школах и во дворах. Это самый простой вариант почувствовать себя вне виртуального пространства, а оно сегодня в буквальном смысле проникло в карман вместе со смартфоном. Психологи рекомендуют хотя бы на один день в неделю его выключать. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа. Регион.